Несколько часов подряд сегодня зачитывали приговор бывшему вице-президенту фонда «Город без наркотиков» Евгению Маленкину. Его обвиняли в обороте нелегальных веществ и в незаконном удерживании в реабилитационном центре нескольких человек. Из-за этого по материалам громкого уголовного дела одна из пациенток фонда скончалась. Предыстория и сегодняшний вердикт суда в нашем комментарии. В здании суда не протолкнуться. Десятки человек ждут приговора вице-президенту фонда «Город без наркотиков». Для многих друзей и знакомых Евгения Маленкина это единственная возможность его увидеть. Супруга Маленкина получает в подарок цветы. Сегодня у нее день рождения. Очередной грустный праздник. Ведь разлука с мужем у нее длится уже почти два года. Но судья оттягивает финал. Оглашение приговора подельникам приходится ждать три часа. Десять минут. Операторы могут поработать в зале? За решетку известный фондовец попал в ноябре 2013 года. До этого его несколько месяцев разыскивали следователи, чтобы обвинить в смерти пациентки реабилитационного центра Татьяны Казанцевой. И в том, что он незаконно держал в неволе других зависимых. Девушки пожаловали, что от наркотиков их лечили изоляцией, голодом и иногда даже издевательствами. Зыков желая покинуть центр, неоднократно обращал соответствующие просьбы. Кроме того, борца с наркотиками подозревают в обороте нелегальных веществ. Мол, Евгений Маленкин покупал героин у одних дилеров, чтобы подбросить его другим. Но делал это не сам, а с помощью подельников, сотрудников фонда и полицейских. По материалам дела, в ноябре 2009 года подельники поймали подозреваемого в наркоторговле и, чтобы посадить его наверняка, подкинули героин. Однако сегодня Маленкин заявил, что фальсификацией доказательств никогда не занимался. Я думаю, что приговор очень суровый. И все-таки я считаю, что неправильное применение уголовного закона в части 303 статьи. Я не являюсь субъектом принятия процессуального решения. Поэтому приговор однозначно будет мной и, я надеюсь, защитниками обжалован. И мы надеемся на разумное решение в суде апелляционной инстанции. Однако у следствия другое мнение. Чтобы доказать вину подсудимых, они провели не один десяток экспертиз. В ходе следствия также анализировались детализации телефонных соединений потерпевших и сотрудников милиции. Анализ детализации показал, что информация, которая указана в рапортах и иных служебных документах, не соответствует действительности. Поскольку и потерпевшие, и сотрудники милиции находились в абсолютно других местах, чем они указали в своих рапортах. Поэтому эти документы и являются подложными. На пятерых подсудимых семь статей и девять эпизодов. Самые большие сроки по пять лет получили сотрудники фонда Рымазанов и Черенцов, а также помогавшие им полицейский поминов. Сам Маленкин осужден на четыре с половиной года колонии. Меньше всего суд дал Ческидову, еще одному правоохранителю. Три года и восемь месяцев. Всем зачтется время, проведенное в СИЗО. Но даже этот приговор адвокаты намерены обжаловать. Конечно, мы будем обжаловать в апелляционном порядке. По крайней мере, я так считаю, что суд первой инстанции точку не поставил в этом деле, только запятую. Поэтому будем надеяться, что суд апелляционной инстанции поставит точку. Родные же осужденных не знают, как попросить о снисхождении. Ведь цель, говорят, у них была благородная борьба с наркоманией. Вот только методы разошлись с законом. Анжела Брик, Андрей Снопиков. Новости 41-го канала.